всем привет это координационный центр меня зовут георгий георгиевский и мы продолжаем серию видео интервью приуроченных к 20-летию координационного центра сегодня у меня в гостях владимир тычина руководитель направления развития бизнеса и разнообразных проектов компании таймвеб хостинг провайдера и вообще в принципе такой мощный цифровой инновационной компании из петербурга до волос привет привет растите традиционный вопрос который всем своим друзьям и гостям на интервью задаю с чего начался твой интернет как то вообще пришел к тому что можно им пользоваться и когда это было просто мой интернет начался на самом деле достаточно простой вещи у многих молодых людей мне кажется он начался в то время с компьютерных игр с компьютерных игр с компьютерных клубов с некого такого комьюнити которое объединено какой-то определенной идеей или определенным досугом а потом уже для меня интернет стал некой платформой получения информации знаний и обучения но если все таки вот отсылку с чего начался это с компьютерных игр собственно из людей которые были вот вместе играли просто по сети а потом интернете и со многими я сейчас дружу это объединяет как ни странно, вот, и компьютерные игры такая вещь, на самом деле, неплохая весьма, потому что она объединяет людей. Да, знакома, у меня дочь старшая, точно так же, в любой город в стране приезжает, и у нее находится масса знакомых людей, нетворкинг сразу образуется, потому что она играет в игры и общается с людьми там. Да, да, да. Это действительно интересная вещь. Скажи, пожалуйста, для тебя что важнее, Рунет или весь большой интернет в целом? Весь Рунет является частью большого интернета. Мне, как все-таки русскоязычному человеку, Рунет значительно ближе, но учитывая, что английский язык это такой международный язык, зная его, ты открываешь ворота, ну, как бы в огромное количество контента. И когда английский я выучил, я понял, что там контента разного очень много, но заметил очень такую интересную вещь. Контент в Рунете чаще намного качественнее и намного интереснее, потому что ребята, которые смотрят, видимо, на Запад, они переосмысляют то, что видят, и делают это на порядок лучше. И я такой выучил английский и думаю, ну, в целом можно было и не учить, потому что все равно я все это смотрю у нас в российском сегменте. Поэтому если с точки зрения того, что интереснее, интереснее, конечно, российский сегмент, потому что это переосмысление того, что уже было сделано, возможно, там, и это очень интересно. Поэтому российский Рунет, ну, Рунет для меня ближе 100%. Классно. Как тебе риф в этом году? Ой, очень здорово. Мне очень нравится. Здесь много интересных людей, много интересных проектов. Мы походили, пообщались с экспонентами, ну, с теми, кто стоит с экспонентами, да, и там с кем-то договорились о возможном сотрудничестве, с кем-то просто пообщались, узнали, какие люди. Очень здорово, очень классная организация. Вообще, мега доволен, честно говоря. Вот. Я первый раз приехал именно на российский интернет-форум, и мне это представлялось как некий, ну, такой не очень активное времяпрепровождение, но вот этот вот, я бы назвал это вайб нетворкинга, который здесь есть, это просто лучшее вообще, что можно получить, эти эмоции от людей, да, просто от общения, это лучшее, что есть на рифе, на мой взгляд. Да, риф богат на эмоции. Да, и на людей, да, да, и на интересных. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в таймвебе и какие интересные моменты в твоей жизни сейчас происходят? В таймвебе я занимаюсь, собственно, поиском и развитием новых продуктов. Таймвеб — это достаточно взрослый уже хостинг-провайдер, на рынке находится 16 лет, и, ну, в хостинге таймвеб сделал много, еще многое хочет сделать, но, как бы, он не ограничивается только хостингом, поэтому мы, собственно, пытаемся искать новые развития, направления. Например, вот немножко небольшой инсайт. Мы в таймвебе сделали свой самый лучший, как мы считаем, конструктор сайтов. Он еще не вышел в такой большой, как бы, показ, но, собственно, этот конструктор сайтов, мне кажется, может немножко перевернуть, как говорят в таких молодежных кругах, перевернуть игру, собственно, и сделать много полезного, упростить создание сайтов людям, упростить, собственно, их представление себя, своего бизнеса и своих, как бы, интересов в сети. И все это, конечно же, будет продаваться или даваться пользователям вместе с доменами. У нас есть в компании некая такая история. Мы не очень любим, я не знаю, хорошо или плохо, вообще зарубежные домены, NewGTLD домены. И каждый раз, когда мы думаем, каким образом нам, собственно, интереснее и логичнее для себя, как для компании, продвигать какие услуги, мы всегда интуитивно и финансово понимаем, что нам выгоднее работать с зоной RU-RF, нежели с доменами, которые там продаются по рублю, продлеваются по 10 тысяч. Это некое такое не очень хорошее, возможно, как мне кажется, отношение к клиенту. И поэтому здесь зона RU-RF выигрывает вообще по всем параметрам. Не так давно TimeWeb аккредитовался в качестве регистратора как раз в доменах RU и RU. Расскажи, пожалуйста, как пошло дело в качестве… Как TimeWeb уживется в качестве регистратора? Отлично живется на самом деле. Мы растем сейчас как регистратор. У нас все больше и больше клиентов, которые регистрируют через нас домены. И учитывая, что мы начали работать, собственно, как регистратор напрямую с зоной, не без посредников, это позволяет нам более гибкие услуги давать пользователям. Какая основная история, чтобы вообще какой-то бизнес продавался, какие домены продавались, ты должен давать хорошую, качественную услугу пользователю твоему клиенту, с которым ты работаешь, с твоим партнеру. Если ты этого не делаешь, это все будет абсолютно бесполезно. И став регистратором, мы получили больше возможностей давать хорошую услугу, упрощенную услугу людям, чтобы они меньше трудностей использовали и занимались, точнее, испытывали, и занимались своим делом, своим бизнесом, и поменьше думали о том, что у них есть хостинг, у них есть домен, чтобы они развивались. Развиваются люди, развиваемся мы. Собственно, никак иначе быть не может. Если твой клиент не развивается, значит, твоему бизнесу скоро конец. И это нельзя допустить. Хостинг достаточно сложная и индустриальная такая вещь. Расскажи, пожалуйста, вот прошедший пандемийный год как-то сказался на бизнесе вашем, в целом на отрасли хостинга? Да, он в первую очередь, на самом деле, он сказался именно на людях, которые работают в хостинге, потому что он заставил, научил внезапно всех работать на удаленке. Мы в компании ушли на удаленную работу буквально за полтора дня, когда начали происходить уже условно, стало понятно, что это эпидемия. Мы просто такие собрались, как нам сделать так, чтобы пользователи не пострадали, но мы не работали в офисе, а все работали дома. У нас это получилось сделать, через полтора дня в офисе не было никого, все работали из дома. И это здорово в том плане, что это как ни странно, что все разошлись по домам, заставило всех сплотиться плотнее, потому что мы постоянно в таком формате никогда не работали. Это больше коммуникации, изменение каких-то бизнес-процессов, быстрое движение, быстрое принятие решения. Поэтому на нас, как на компании, это сказалось на самом деле исключительно положительно, потому что мы научились двигаться быстрее, и это круто. На самом хостинге, на именно индустрии хостинга это сказалось не то, чтобы с одной стороны нейтрально, потому что, к сожалению, многие, точнее негативно, к сожалению, многие компании, особенно которые предоставляют услуги оффлайн, общепит, например, рестораны, кафе и так далее, они испытывали большие трудности, мы с ними коммуницировали напрямую, говорили, ребят, давайте, мы давали просто им наши услуги бесплатно, просто потому что, чтобы они выжили хоть как-то. Мы говорили, ребят, давайте вы будете, просто все будет работать бесплатно, давайте вы настроите, не знаю, какую-нибудь у себя доставку, давайте мы как-нибудь вам поможем. Таким образом, мы своих клиентов удержали, как могли, помогали им оставаться на плаву. Но это был некий негативный момент, потому что не всем, к сожалению, позитивный момент у многих людей оказалось много свободного времени, и они начали заниматься какими-то своими личными проектами, проектами обучения. Ну, это основное на самом деле. Обучение, это то, что начали делать люди, они такие подумали, мы знаем много, что можем рассказать миру, можем рассказать это разным способом, через сайты, через донесение код контента. И таких людей стало больше, и это здорово. Ну, то есть у нас добавилось клиентов. Поэтому с разных сторон можно смотреть, но мы точно научились выживать. в этом мире. Вот как и, ну, мне кажется, многие хостеры, собственно, все здесь очень хорошо с этим справились. Представь себе, что наступил 31-й год. Так. Пандемия позади, многое давно позади. Очередной риф. Мы с тобой встретились на рифе и записываем новое интервью. Какой интернет нас окружает? Какой мир нас окружает? Какие технологии? И будет ли хостинг, например? Хостинг будет всегда, но вполне возможно, что он будет переосмыслен в каком-то, возможно, другом формате. То есть вот рассказывая про конструктор сайтов, это некое развитие хостинга в упрощении. Когда вы занимаетесь тем, что создаете сайт и не думаете вообще о том, что какой вам нужен, есть ли хостинг, нужен ли он, он находится просто вот в условных серверах лежит. То есть скорее всего будет переосмысление услуги хостинга в упрощение. Вообще, в целом, если говорить про то, когда мы встретимся, я надеюсь, что мы будем говорить о том, что зона RU.RF будет размером, как мы вчера слышали, 100 миллионов доменов. Это то, во что мы хотим вложить свои усилия, как 100%. И будем говорить о компании TimeWeb как не о хостинг-провайдере только, а о крупном провайдере клиентских услуг, решающих разные проблемы, не только проблемы хостинга, проблемы ведения бизнеса, проблемы, собственно, представления себя в сети. Ну и вот все вокруг людей, потому что люди – это центр. Все строится вокруг них. Глобальная такая штука. Да. Здорово. В год 20-летие координационного центра доменов RU.RF. Что бы ты хотел пожелать координационному центру на будущее, ну и всей доменной отрасли? 100% доменной отрасли, а только роста исключительного, большого, потому что нам есть там к каким зонам, куда стремиться. Вообще моя мечта увидеть российскую доменную зону, собственно, в топ-1 всех вообще зон по миру, которые существуют. Это то, что я хочу, чтобы произошло. Координационному центру хочу пожелать сил и терпения, потому что мы, как регистраторы, очень сильно рассчитываем на вашу помощь, поддержку. Очень здорово, что вы приглашаете нас вообще на такие мероприятия, где мы можем рассказать о себе, пообщаться, узнать больше об индустрии, о наших, собственно, партнерах, о наших конкурентах на рынке. Это очень здорово. И поэтому, но самое главное, знаете, здесь хочется отойти от неких таких шаблонных историй. Я всегда, когда поздравляю людей с чем-либо, я всегда желаю исключительно здоровья, потому что, если оно есть, все остальное всегда будет, потому что силы для этого будут. Координационному центру глобальной, людям внутри, я хочу пожелать здоровья, чтобы мы вместе могли сделать зону RU-RF лучше. И через 10 лет, я надеюсь, мы встретимся с вами точно в таком же возрасте и будем говорить о том, как мы офигенно сделали зону RU размером в 100 миллионов доменов. Красота. Спасибо большое, Володя. Спасибо. С нами был Владимир Тачина из компании TimeWeb. Это координационный центр и мы будем продолжать. Всего доброго.